И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и сегодня, друзья, мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Друзья, и это вторая часть. Мы сегодня рассмотрим в этой серии с вами самые большие звезды во вселенной, ну, по крайней мере, в нашем Млечном Пути. И, конечно, я думаю, что в нашей вселенной вообще, в расширяющейся, есть намного огромнее звезды, которые мы смогли с вами и сможем рассмотреть в этих сериях. Ну что ж, друзья, поехали! Короче, сегодня мы начинаем нашу серию с вами с такой известной звезды. Это, кстати, да, это двойная звезда. Это звезда под названием Антарес. Я думаю, многие из вас наблюдали ее на ночном небе. Не знаю. Антарес – это звезда в созвездии Скорпиона. И, кстати говоря, эта звезда сверхгигант. Так, давайте в свободный режим и рассмотрим ее. Так, как я и говорил, это красный яркий сверхгигант. Так, спектр М1 и А. Расстояние, так, понятно. Ладно, хорошо. Диаметр 2,93 астрономические единицы. Вот, кстати говоря, что я хотел сказать по диаметру этой звезды. Это то, что если бы Антарес находился на месте нашего Солнца, то он выходил бы, наверное, скорее всего, где-то за орбиту Марса, а своей короной он коснулся бы Юпитера. Представляешь, насколько это огромное? Я даже не представляю, честно говоря. Я долго сидел, думал над этим. И, блин, это колоссальные размеры. Так, и, по-моему, знаешь, что самое интересное здесь? Сейчас, подожди. Настроимся на Антарес. Что самое удивительное, я увидел то, что наш Антарес, он находится в какой-то туманности. Я так и не выяснил до конца, что это за туманность. Возможно, это взрыв какой-то сверхновой звезды где-то был в этих пределах, в этих границах. Но я не выяснил это и не знаю, если есть у вас какие-то догадки, напишите. Я даже не выяснил, что это за туманность. Да, кстати, друзья, светимость Антареса превышает солнечную в 65 тысяч раз. Ты представляешь, насколько это колоссально просто? Это просто невероятно. Так, подожди-ка. Давай-ка немножко поближе подлетим к этой звездной системе. Вот так вот она где-то будет прекрасно смотреться. Вот так вот приблизительно. Кстати, да, двойная звездная система, она состоит еще и с голубой звезды, Антарес-Б. То есть его, можно сказать, близнеца, не знаю. Ее расстояние от Земли от Антареса, до Антареса, вернее, простите, где-то около 600 световых лет. Это приличное расстояние. Я не увидел у Антареса ни одной планеты, на которой мы смогли с вами приземлиться. Поэтому, я думаю, нам не стоит здесь надолго, наверное, с вами задерживаться. И мы перелетаем на более, как сказать правильно, большого, наверное, самого, после Антареса, крупного объекта. Так, давайте посмотрим. Так, мне нужна звезда... Звезда Цефея. Итак, что ж, друзья, мы с вами в звездной системе Цефея. И посмотрите, как это прекрасно выглядит отсюда. Звезда Цефея, блин, она, боже, она просто... Я не знаю, на что она похожа, на какое-то сплющенное яйцо или что это такое. Да, кстати говоря, друзья, это звездная система. Она тоже является двойной. Кстати, звезда Цефея, она еще, по-моему, имеет такое интересное название. Название... Гранатовая звезда... Гаршеля, по-моему, что ли. Как-то я не знаю. Обалдеть. Да, ребятки, это, кстати, красный сверхгигант в созвездии Цефея. И я вам скажу так, что полная светимость в 350 тысяч раз выше солнечные. Да, с Антаресом это, конечно, вообще ни в какие рамки не сравнится. Это одна из самых больших и мощных звезд Млечного Пути. Радиус ее составляет где-то 7,7 астрономических единиц. Можно сказать, что 8 целых астрономических единиц. Я скажу так, друзья. Если бы эта звезда находилась вместо нашего Солнца, то ее окружность примерно находилась между, наверное, орбитой Юпитера и Сатурна. То есть, представляешь, да, где-то наша звезда Солнца, где-то в середине этого красного яркого сверхгиганта. Маленькая точка всего лишь, да? А Земля где-нибудь, наверное, вот располагается здесь. Юпитер, Сатурн. Это просто, конечно же, конец. Интересный факт, который я вам скажу по этой звезде. Звезда вместила бы в себя около 1 миллиарда Солнц и 3 квадриллиона, наверное, земель. Кстати говоря, Цефей – это умирающая звезда, которая находится на последней стадии своей звездной эволюции. Она уже начала сжигать гелий, синтезировать из него углерод. В то время как все звезды в своей последовательности, в нужной последовательности, они обычно сжигают водород и синтезируют из него гелий. Но наш Цефей делает совсем все наоборот. Конечно же, через миллионы лет эта звезда, она просто взорвется, как сверхновая. А, как говорят ученые, ядро возможно превратится в черную дыру. На фоне галактики Андромеды смотрится впечатлительно. Блин, меня завораживают эти виды. Я не знаю, как вы, но меня это на фоне музыкальной темы Universe Unbox 2, меня это завораживает. Ну, здесь нет ни одной планеты вокруг звезды Цефея, поэтому мы не сможем рассмотреть что-то интересное, какие-то виды с планет. Поэтому мы просто с вами любуемся на этот красный сверхгигант. Так, друзья, я думаю, пришел, наверное, скорее всего, черед заключительного нашего этапа путешествия по самым большим звездам Вселенной. Или, скорее всего, нашего Млечного Пути. И мы перемещаемся, друзья, на самую большую звезду нашего Млечного Пути. И это Канис Майорис. Поехали. Да, это красный яркий гигант, который находится в созвездии Большого Пса. Этот гигант, я вам скажу так, друзья, он чрезвычайно богатый кислородом. Я бы даже назвал его красным, наверное, гипергигантом или пульсирующей переменной звездой. Расстояние от Земли до этой звезды около 3900, наверное, световых лет. Это одна из самых известных и больших звезд до нашего времени. Конечно же, эти звезды, все самые большие, огромные в нашей галактике. Они были открыты телескопом Хабблу. Кстати, Канис Майорис, он находится где-то ближе, по-моему, располагается ближе к центру нашей галактики. Кстати, смотри, число планет у этого гиганта 9. Да, мы сейчас обязательно посмотрим виды на этого гиганта с его планет. Как я вам говорил, друзья, это одна из самых известных и больших звезд. А что можно сказать, пока не с Майорису, то, что он примерно в 1420 раз больше радиуса нашего Солнца. То есть, здесь я, наверное, могу судить так, что если бы она разместилась бы... Если ее поместить за место нашего Солнца, то, скорее всего, она поместилась бы во всю нашу Солнечную систему. Ты представляешь, насколько огромен этот гигант? Я себе не могу представить. Конечно же, точный радиус звезды до сих пор не установлен. Так, температура у нас 3490 градусов по Кельвину. Что у нас по возрасту? То, по-моему, возраст этой звезды колеблется где-то около нескольких миллионов лет. Я, конечно, могу ошибаться. Примерно через 100 тысяч лет эта звезда взорвется как гиперновая. И это же, конечно, за собой вызовет ряд множества, так сказать, проблем. Ну, для нашей Солнечной системы навряд ли. Но для всего того, что находится рядом с этой звездой, это, конечно же, будет катастрофой. Это вызовет огромные всплески гаммы излучений, которые повредят содержимое локальной части Вселенной. Так, ну, давай, ладно, как я и обещал, мы закончим серию на том, что мы сейчас посетим с вами планеты, которые находятся рядом с этим красным сверхгигантом. Давай рассмотрим планетарную систему. Жаркая пустынная Терра, я думаю, достаточно, наверное, будет спуститься на эту планету и рассмотреть все красоты с этой планеты. Рассмотреть все красоты этой звезды. Блин, это, конечно же, очень впечатляюще. Ты представляешь, если бы Земля находилась так близко к своей звезде? Ну, даже к этой звезде. Ты смотри, я не знаю, на что это сейчас может быть похоже. Тебе может представиться, что это, блин, какие-то горы, какие-то, я не знаю, какая-то почва или что это, блин. Но это, это газ, ребят, это газ. Это горячий газ. Так, подожди-ка, давай-ка на ночную, давай просто даже на поверхность можем спуститься с этой планеты. Ну, отсюда мы уже с вами все. Итак, рассмотрим, увидим. Слушай, где-то я, по-моему, это видел, я это видел, по-моему, в начале первой части, части Беттельгейза. Это, блин, это неимоверно смотрится. Я прям чувствую даже сейчас жар нашего Ганнис Майориса. Конечно, я не хотел бы здесь погибнуть от огромного количества радиации. Но это что-то с чем-то. Это неимоверно классно. Это смотрится, ну, просто на одном дыхании. Если согласен со мной, то обязательно пальчик вверх под этим видео. Представляешь, если он находится на этой планете, то можно, в принципе, увидеть то, что, как тебе правильно сказать, то, что эта звезда... Вот все, вот то, что ты видишь, границы этой звезды, это полностью наша солнечная система. Полностью, полностью наша солнечная система. Я не могу представить, у меня просто не хватает воображения, блин, я просто, я шокирован, честно сказать. Это колоссально. Ну что ж, друзья, наверное, на этом я буду заканчивать свое видео. Нас ждет еще множество наших с вами путешествий в мире Space Engine. Помните, друзья, Вселенная и космос бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Обязательно поставь колокольчик. Жми лайк. И пиши комментарий под видео. Пока, друзья, пока-пока.